Музыка 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 Дайте для общего селфи Отпустите его Кстати, пристегнулись? Нет А вы пристегнитесь, пожалуйста Пристегнитесь Я нарушаю, даже не пристегнулись Нет? Ай-яй-яй Друзья, мы в московском городском суде И здесь сегодня засудили Очередного защитника Троицкого леса Романа Жохова И четверо суток ареста Оставили ему в силе Собственно, нет слов Как всегда, отказал во всем Судья Лапшин Судья Лашков Не хотел его обзывать Но, собственно Друзья, ну в общем Будем сражаться Будем идти дальше Касаться надзор Вот Собственно У нас присутствовали профессиональные юристы На данном суде Антон Пару слов Да Ну вот мы сегодня все наблюдали Хорошо, спасибо всем Что приехало много слушателей Всех допустили Все имели возможность увидеть Как происходит рассмотрение Апелляционных жалоб В московском городском суде Защита, в принципе Достаточно аргументов предоставила Чтобы дело было Если не отменено То пересмотренное Постановление Могли бы и уменьшить По факту Уже отбытого наказания Но К сожалению Оставили в силе Существенные нарушения Это Отсутствие Копии протокола Которого не выдали Роману и его защитнику Неразъясненные права И в целом Вообще Все материалы дела Они написаны Сотрудниками полиции Со слов Неких третьих лиц Которых даже не пригласили в суд Как свидетелей И не допросили Ни в первой инстанции Ни во второй инстанции Ну и естественно Свидетели со стороны защиты Судья всегда Относятся критически К их показаниям Что говорит о том Что в принципе За данными делами По Троицкому лесу Стоит некая Политическая мотивировка И Если бы сегодня Судья Ложков Все-таки руководствовался Законом И Отменил решение То это наверное Вызвало бурные овации У защитников Троицкого леса У жителей Троицка И наверное Есть Опасаются Что Люди могли бы Выйти массово На прогулки В лес Так как лес Ударными темпами Огораживается При этом Никаких документов Напоминаю Еще не представлено Под те участки Которые огораживают Со стороны Жилых домов То есть Это так называемый Сквер Октябрьский Да Академический сквер Извините Да То есть Представлены были документы Только под строительство Детского сада Но это совершенно В другом месте С другой стороны Лесного массива Значит Все-таки Хотят очень быстро Уничтожить Как можно больше деревьев Но тем не менее Да Будем готовиться Я думаю Что Привлечь внимание К данной проблеме Которая с Троицким лесом Это наша задача Не только жители Троицкого Но жители всего Московского региона Потому что Идет массивная атака На леса Которые Вот это Еще раз повторюсь Более 60 тысяч лесов Гектаров лесов Попали в границы Москвы Новой И Сейчас Не находятся Под защитой Федерального законодательства Кто еще скажет Про скоб Лена От битскурин Давай Нет Нет Я не знаю Ничего Говори Что Ты была свидетелем Ты была свидетелем Как раз Когда Происходили Происходили Противоправные действия Со стороны Су-555 Мы даже не знаем Су-555 Или нет Да То есть Неизвестная Неизвестная компания Ну ты видела Приезжала Спасибо всем Что собрались Надо друг друга поддерживать Не отступать Никто кроме нас Только вперед Как говорится Ну ладно А то я Давай Быть добру Давайте Вот Выходи сюда Я хочу сказать Я тебя загражу Девушек наших Вот Я хочу сказать Что Съездив в Тройский лес Дня три назад Я встретил Очень много знакомых Которых я видел На других стройках Которые не так же Защищали Застройщиков Да Как бы Это говорит о том Что мне кажется Уже создана Специальная группа Для борьбы с экологами Так называемыми Да И у меня есть подозрение Что многие Чоповцы Которые там работают У меня есть такое предположение Что это Полиция Которая В обычной Одежде Переодетая Вот и все Спасибо Да Это наемники Из Битцевского леса На которых Мы неоднократно Писали Обращение Жалобы Сообщения О преступлении Но они Вот видите Перекочевали Из одной территории В другую И как бы Дальше Продолжают Свои противоправные действия Так Марьяна Расскажи о лесе Почему нужно сохранить Ну Я считаю Что в этом лесу Вообще Обитает Очень много Важных Видов Да Которые требуются Сохранять В соответствии С Красной книгой Москвы И помимо всего прочего Этот лес полон жизни И соответственно Если он будет уничтожен То погибнут все животные В норах В дуплах Да То есть это не только деревья Это действительно Это действительно животные Которые останутся без запасов И которые будут просто перемолотые Вместе с щепкой В конце концов То есть мы знаем Как перерывается в итоге Земля на месте леса Да Чтобы Чтобы залить ее Чтобы залить ее бетоном Соответственно Здесь Что остается Ну как бы Нужен нам этот лес Или нет Да Как бы Готовы ли мы К таким последствиям Для здоровья наших детей Для всей Москвы Да Я напоминаю Что роза ветров Идет в Москву С юга запада Соответственно Троицкий лес Защищает город Всю столицу От Аномальной жары Это во-первых Да Во-вторых От ветров Потому что Когда происходит Вот такая вырубка Вот эти вот потоки Да Они просто Ну действительно Разгоняются Да Потому что лес В норме гасит Как раз ураганные потоки ветра Вот Ну и соответственно Те дороги Которые будут проложены Вместо леса Они тоже Дадут о себе знать Да То есть мы просто Ничего не сможем уже сделать Со своим здоровьем Да То есть можно конечно Бросить все И уехать в Сибирь Но в конце концов Не останется просто места Где можно спрятаться От вот этого всего Поэтому я думаю Мы просто это почувствуем Но будет поздно Я хочу добавить Что самое главное Что у нас уничтожается В этом лесу Одна из популяций Краснокнижного Животного Как белка-летяга Просто уничтожается И чувствую Что больше в Подмосковье Этих зверей мы больше не увидим Вот Так что вот Вот так вот И еще как раз О процессе Давайте кто-нибудь скажет И расскажи Как тебе процесс Сегодняшний Музборсуде Ну к сожалению Мы к подобным процессам Начинаем уже привыкать Потому что Не так давно В ноябре 22-го года Мы вот точно так же Стояли После судебных заседаний Таких же Попыток обжаловать Несправедливые приговоры Защитникам Битцевского леса И сегодня История повторяется Опять судья Абсолютно не рассмотрел Объективно Историю Произошедшую С троицкими защитниками Не принял во внимание Никаких доказательств Ходотайство Все как-то Это прошло мимо Оставил приговор В силе И похоже Подобная Вот система Ну это уже система Да Это уже не случайность Эта система Это печально Что в нашей стране Так все работает И невозможно Добиться справедливости Кто-нибудь хочет еще Как вам впечатление От процесса Полина Ну да Я была слушателем На этом процессе И конечно Вызывает удивление Решение судей Потому что Абсолютно были Было два свидетеля И Была полностью доказана Его невиновность Были предоставлены Видео доказательства Что как на него Нападают При том же Было предоставлено О том что он Не просто там Хулиган Или какой-то Охранник в магазине Он вообще-то Человек с научной степенью И очевидно Он не матерился Он не приставал Никаким людям И то что судья Решил что Все Законно И решение Предыдущей инстанции Ну Он вызывает мысль Что наверное Что-то не так В нашем законодательстве Ну Именно Судейской И что Видимо какой-то был Ну Или Приказ Или Чьё-то распоряжение Чтобы Никаких Честных приговоров Не было И чтобы всех Экоактивистов Защитников Сажали на сутки Ну Несправедливо И Надеюсь мы обжалуем Это решение И дальше И дальше Вот у человека Я второй раз В судебном Участие Принимаю участие В качестве слушателя В судебном разбирательстве Первый раз Это был в прошлом году Это был районный суд Вот Когда присудили штраф Совершенно Просто Ну Человек Боясь поднять У нас глаза Вот В черной мантии Да Вот все это вот Там Не буду говорить О печальном Вот Второй раз Было еще хуже Мы понадеяли Что Дама Она будет более Объективно Но оказалось Что Страф Назначили еще больше И даже По тому делу Не было Свидетелей А поэтому Она отказалась В качестве свидетелей Выслушать Здесь Вот Я в первый раз В Мосгорсуде Вот И смотря Вот наблюдая Как это все происходит Как это все Вот Ну Как-то Состряпано Что ли У меня Вот Ну Вот У человека Вот стороннего Я наблюдаю У меня ничего Никаких мыслей Кроме Как это Огромная Организованная Преступная группировка В голову Ничего не приходит Это ОПГ С очень высокой крышей Вот это мое мнение Вот Как наблюдателя Умеющего делать выводы С того Что я вижу Я собственно Подведу тогда Итог Друзья Собственно Что получается У нас Экоактивисты Избиты Собственно Они Защищали лес Защищали На видео Видно Что мужчина Защищает Женщин На которых Нападают Неизвестные Лица До сих пор Ну К делу Не приложено Ничего Что они Работают В строительной Организации Ситуация У нас Разворачивается На строительной Площадке Не в общественном Месте Мы пытались Донести это До судей Ложко Что В фабуле Обвинения И в самой Статье Хулиганства Пишется Именно Нарушение Общественного Порядка В общественном Месте Но если он Пришел сражаться На строительную Площадку За лес Это не может Никак Быть Обвинено И вменено Ему как Правонарушение Или какой-либо Проступок И Само по себе Вот Само по себе Как Вес Доказательств Если рассматривать То С одной стороны Есть заявление О преступлении То есть Со стороны Экоактивистов На охранников На избиение На хулиганство Именно Вот По 213 УК РФ И встречное Заявление При этом Заявление Жителей Местного Населения Пропадает И просто Вытаскивается Выбрасывается У нас есть Все доказательства У нас есть Талоны О том Что Были Встречные Заявления Но полиция Троицка Рассмотрела Это дело Одностороннее Суд Троицкий Федеральный Рассмотрел Одностороннее Федеральный Судья Зайцев И Сейчас У нас Как вы видите Вышестоящая Инстанция Тоже Видя И читая Рапорта Полиции Читая Заявления Строителей Что они Аффилированы Они Финансово Судебная Система Спасибо Роман Завтра Уже будет Дома Да Приходите Завтра Мы встречаем Романа Из спецприемника Сахарова В 13 часов Если кто-то Хочет Приезжайте А можно Я задам Вопрос